МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Популяризация лепших опыту и удосконаливание перспектив развития приватного бизнеса. На Гомельщине проходит областный этап республиканской акции «Тдень предпринимательства». Сегодня представители регионов знакомились с достижениями Лельшинского района. Об тем, что уразило, сюжет Олега Сентярова. В туристическом бизнесе Любовь Кадеева три года начинала с того, что перебудовала дом прадеда и добро упорядковала прилеглую территорию, а прочатого с дозволом местовой улады выпустила в водоем некакие виды рыбы. Сейчас планирует открыть еще одну агросадебу. Ориентованный на семейный отпочинок бизнес приносит не только моральное задовольнение. Самое главное, что мы пытаемся сделать и мы делаем, это семейный отдых. Когда приезжают с детками, с бабушками, мамы занимаются своей красотой в бане, папы рыбачат, детки играют на площадке. Вот такой вот просто семейный тихий отдых. У развития приватного бизнеса Лельшинский район, у лику лидеров, тут нема обойных витпорчастей, а тому организация самозанятости населенства для местовых органов улады сирот приоритетных задач. Есть тут еще один плюс. У оборот утягиваются объекты майомысь, якие ранее долгий час не выкористовываются. В населенном пункте Букче, это средний населенный пункт, в настоящее время приобретен нежилой дом, который реконструируется, обеспечены элементы благоустройства, и в ближайшее время будет открыта торговая точка. Развитие приватного бизнеса в Лельшинском районе становочным членом отбивается и на экономичных показчиках региона. В минулом году 35% районного бюджета складывали поступления от деятельности малого и среднего бизнеса. У целом по Гомбинской области это покажет больше низкий, а рядом отстроя стабильный рост. Порядка 20% всех поступлений в бюджет за прошлый год это поступления от малого и среднего бизнеса. Чтобы было понятно, много это или мало, фактически каждый пятый рубль зарабатывается в этом секторе экономики. Сегодня могу сказать, что по итогам прошлого года у нас зарегистрировано 710 новых предприятий. Еще одна тенденция пошних готовок. Предпринимательники все больше активно занимаются ниже в реальном секторе. Причем, когда работа гандлевых кропок ориентована на местовое насильство, то предприятия часто имеют экспортную накированность. Сегодня 40% предприятий малого и среднего бизнеса в Гомбинской области занимаются вытворчностью продукции. Причем это не некие маленькие майстерни. Хоть это древопроцовочное предприятие, например, поставляет свою продукцию в Китае и краины Балтии в дальнейших планах поширения в творчестве, засвоением перепроцовки дикоросных грибов и ягод. Паруонально новый накерунок предпринимательской деятельности – оказание медицинских послуг. Отповедный центр у Лельчицах просовался хоть 4 месяца, и за этот час тут провели больше 2000 ультарагуковых доследований. От формирования идеи до практичной реализации проекта прошло 10 месяцев, но, как признаются сами предпринимательники, без допомоги Райбу Канкама, этот термин был бы больше значным. Если бы мы делали это сами, наверное, эти 10 месяцев продлились бы еще и надолго. Но так как свои планы мы скорректировали и ознакомились с местным исполнительным комитетом, нам были сделаны, оказана помощь в подборе помещения. Помощь была в оформлении документов по помещению. Али не все задержат, только от местовых владу. На одном из недавних посаджений у Совета по развитию предпринимательства президент Республики Беларусь обмерковали все меры по оказанию материальной допомоги беларусам, які вы решили открыть власный бизнес. Кончатковое решение, ящик не принято, али работа в этом накерунку протягнется. Допустим, даже в той же Польше или где-то там выдают начальный капитал для бизнеса. У нас этого капитала, к сожалению, нет. И для того, чтобы человек вырос сам, начал развиваться, ему нужны какие-то средства, кроме законов, ему нужны средства. Предприниматель Валентин Бутковский доброведомый не только в Улическом районе. Свою деятельность починал больше 20 годов тому. Зараз у списка послуг агротуризм, громадское харчевание и вот творожность вырубов с граниту, бетону и металлу, не оградите, на достигнутые объемы, сподняться не сбирается. Заробленные сродки будут укладываться у створения новых предприемств. Сегодня постоянно технологический, что-то появляется новое. И в этом году планируем сегодня освоить цветную печать на камне. Сегодня есть много других технологических задумок. В этом году будем строить, сейчас уже заказали оборудование, еще один небольшой цех по камнеобработке, с учетом перспективы Лужковского гранита. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель», Лельчевский район. Сельскохозпадарши организации усіх районов в области почали весновые полевые работы. У основным высеиваются овес, ячмень и зернебобовые культуры. У целом по области засеяно 6,5 тысяч гектаров площадь. Гэта 5,5% до плана. Найбольш активно у работы включились господарки Ельского района, где ранними яровыми культурами уже засеяно треть площадь. Улику лидеров так само іншые полдневые регионы – Лельчицки, Мазырскі и Петраковскі. На гэты этап полевых работ традиционно отводится калет 10 дзен. 753 кватеры побудовали у регионе за первые два месяца гэтага года. У целым жилевый фонд у Беларуси пополнился на 4200 новых кватер. Подадзенных, размещенных на сайте Головного статистичного управления Гомельской области, селита в регионе увели у эксплуатацию больше 78 тысяч квадратных метров агульной площади жилля. Калі 40% призначена для громадян, які мають потребу у поляпшенні жилёвых умов. Пятая частка до сего объёма жилля уведена у эксплуатацию у сельских населенных пунктах. У сего селита в Гомельской области планують побудовать 475 тысяч квадратных метров. Для индивидуального будовництва сформировано больше 17 тысяч земельных участков. Знаешь ли, господару, 30 удельников змагалися за право стать новыми уладальниками объекта у нерухомости подчас электронных торгов. У вынику комитета Гомель облмайомость продав 4 лоты у областном центре. Агульная сумма сделок перевысила 115 тысяч рублей. Так, будинки булых музычных школ, размещенных по улице Войкова, выставлялися на гандаль у сего за 4 и за 5 базовых величин. На их претендовали 16 удельников. Торги по одной из со школ протягивались больше за 3,5 годины. На этих же торгах три удельники змагалися за будинок по 8-м за вулку Ильича. Початковый кошт объекта складал одну базовую величиню. А у вынику торгов кошт вырос у 163 разы. Лепши по профессии. Такое звание по выниках работы за минулый год отримала инспектор криминально-выконавчая инспекции милиции громадской обеспеки отдела внутренних справ Гомельского райвы Конкама Наталья Бейзерова. Наш корреспондент Марина Джалая погутарила золадальницей у Знагороды и доведалася, что самое складанное, а что наибольш приемное у працовных буднях жанчины милиционера. На этой посаде Наталья Бейзерова 4 года. У всех органов внутренних справ ровно 10. Она могла бы работать абсолютно в иншей сфере, потому что закончила сельско-господаршую академию. Военную службу замест грамадянской обрала папа по новой мужа, который на тот момент работал в милиции. И ни разу не пошкодовала. Сейчас ее гонориться не только мужа, ледвежу амаль дорослые дочки. Супрацовники инспекции кажут, что их коллега добра, чула отказанная и вельми добросумленная. Сама же Наталья Степла признается, что навод не ведая докладной причины, чему лепшим инспекторам выбрали минавитое ЕЕ. Личит, что просто выконываю свою работу и радуется любым поспехам. Радостно, когда люди, которые у нас состоят на учете, уже более к нам не попадают. То есть это было единожды, там может быть ошибка в их жизни. То есть отбыли наказание, погасилась у них судимость. И мы с ними встречаемся только где-то на свободе. И они уже не в наших стенах и где-то не в стенах нашей системы. Только мы завершили интервью, Наталья Безерова вернулася до выконания своих службовых обовязков. В актовой зале начиналось профилактическое мероприемство для осудженных. На этот раз по агуту Рыдзиме и при необходности до помощи пришли нарколог и работник прокуратуры. Усяго инспекция контролюет выконание покарания по десяти артыкулах. Тых, кто вернулся с места позбавления воли, необходно термать у поля зроку от одного до восьми ходов. Великой складанностью тем, чтобы растумашить таким людям, что, чтобы наладить жизнь, нужно и самим прикласть намагание. Но часто стараются на дворот. Они привыкли, что живут за счет мам своих, жен, которые работают и постоянно ищут, может быть, какие-то проблемы, чтобы ничего не делать. Поэтому в этом направлении работают и психологи. И мы зачастую проводим профилактические мероприятия, приглашая различных специалистов из различных областей, чтобы показать, что есть и другая жизнь. И все-таки инспекторы, прокуроры, психологи мкнутся найти подход до каждого человека, пропонуть допомогу в працевладковании, обновлении документов и многих инших аспектах. Подчас профилактической встречи проводятся приклады, которые должны мотивовать присутствующих. В тем лику рассказывают о людях, которые после вызволения нашли добрую работу, отримывают высокий заработок и в целом изменили свой житевый курс. Как показывает практика, конечно же, большинство из них в силу, может быть, какого-то своего склада характера, того факта, что они длительное время находились в местах лишения свободы, сами не желают. Но если вот из всего этого количества людей, хотя бы два-три человека вернутся в нормальную жизнь, я считаю, что это будет очень хорошим результатом. Поэтому в этом плане нужно всячески стремиться. Мы так же будем сподеваться, что эти люди увидят нарешті, что держава протягивает им руку до помощи и используются мягчимостью почать свое життя на новое. Марина Джала, Игорь Марисченко, Тель-Радо, компания «Гомель». Звернуться до керавництва областной дзержа автоинспекции смогут жигары региону в пятницу 22-го соковика. Прамую линию проведет начальник управления ДАИ управления внутренних справ Гомельского облого конкама Андрей Гаркуша. Задать питание можно по номеру телефона 68-31-53 с 12 до 13 годин. Сумная новина для аматоров рыбалки. С этого дня в Гомельской области забороняется ловля всех видов рыбы. Такие меры традиционные и связаны с початком неросту. Но это не значит, что рыбачить совсем нельзя. Сидеть на роте можно, правда, только в светлый час суток. С собой дозволяется взять одну воду, тиспининг с одним крючком. Порушальников шакают штрафы до 50 базовых величин. Предугледжено и протягнение до криминальной отказности. Кали помер шкоды перевысить 100 базовых величин. До Международного дня боротьбы с туберкулезом у Гомеля проведут акцию «Белый рамонок». Это совместный проект областной организации червоного крыжа и туберкулезной клиничной больницы. На площади поустания с 10 до 14 годин будет працавать пересованный аппарат «Пульмаскан», жадающие смогут пройти обследование и отримать консультацию в тезиатре. Волонтеры продоставят информацию об симптоматах в шляхах передачи и профилактице захворывания. Дареши отримать отказы на свои питания, жахары региона смогут подчас промой телефонной линии. Яна пройдя у областной туберкулезной клиничной больницы 22-го соковика с 10 до 14 годин. Номер телефона у Гомеля – 315545. Я Мане, Яшишкин, Я Малевич. Незвычайная выстава, уделу, якой приняли больше за 130 творчих людей из Гомельской области, открылась у Палаца Румянцевых и Паскевича. На вернисаж завитала Ганна Каральчук. Республиканский выставочный проект Я Мане, Яшишкин, Я Малевич в третий раз сбирают лучшие творы белорусов для экспозиции в Минску. Летость, например, на Пропанову отгукнулись амаль 400 авторов. Убачить их картины в Национальный центр сучастных мастатств пришло 3000 человек. Там у селета организаторы выращили охопить и два областные городы – Гродно и Гомель. Также горы регионов смогут познайомиться с творчостью мясцовых майстров, а мастаки смогут передать свои работы без поездки в столицу. Гэта выстава без обмежаванню по узровню адукации, узростиц и інших критериях. Организаторы открыли выставочную простору для кожного, кто лечит себе мастаком и жадает показать глядачам свой твор. Самым юным аутрам у сего 4-5 годов. Самый опытный – 87-годовецца Пандры Мук, якого якраз называют Гомельским Шишкиным. Профессийный знакомитый мастак для проекта обрал работу под назвой «Восинская каска». В дворце Железнодорожников была областная выставка. А был у нас такой заслуженный художник, звенегородский Борис Федорович. Я пришел, он говорит, вы художник? Да. Чего у вас работы нет? И за то время, 68-го года, я начал областные, республиканские, всесоюзные, международные. Мои 8 работ в 12-м году экспонировались в Сингапуре. На ведвольникам выставы пропонуют проголосовать за уподобанные творы. Для частинной эксперименты все работы размещены под номерами. 28-го Саковика выберет переможцу голосования. И он отримает приз и махчимость бесплатно представить свою работу на Усебелорусской выставе в Минску. И она пройдет с 4-го Красивика по 12-го мая в Национальном центре сучастных мастакствов. Очень много художников, которые поучаствовали первый раз в выставке «Ямане и Шевский» и «Ямалевич», начали заниматься и делать свои персональные выставки. Многие начали делать выставки за рубежом, начали продавать свою работу. И многие действительно посвятили свое время жизненно именно созданию и созданию творений. И начали даже зарабатывать. Очень много действительно таких людей. Экспозицию в залах палаца будет працовать до 31-го Саковика. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». 6-го Красивика отбудется финал первого областного конкурса пригожостей, грации, стилю и можностей «Мисс и мистер Гомельская область-2019». За этот титул будут змогаться 12 девчат и 12 хлопцев. Мероприемство заявляется отборочным этапом республиканских конкурсов пригожостей. Подтримать удельников можно на сайте Центра моды и пригожостей «Хрустальная нимфа». Тут проходить онлайн-голосование, по выниках якого вызначать «Мисс и мистера глядацких симпатий». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Пристальное внимание прессы и общественности сегодня было приковано к городскому поселку Октябрьский. Причиной стала информация о якобы заложенном в райисполкоме взрывном устройстве. Как отметили в управлении Следственного комитета, такое сообщение поступило сегодня утром на электронную почту областного МЧС. На место происшествия незамедлительно выбывала саперно-пиротехническая группа. Были эвакуированы работники и посетители райисполкома. При обследовании здания взрывного устройства обнаружено не было. Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. ВСК подчеркивает, что если вина шутника будет доказана, то кроме уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная. Придется компенсировать экстренным службам затраченные на проведение спецмероприятий средства. А вот следующая информация, поступившая из Светлогорска, оказалась уже не фейком. Недалеко от города была обнаружена 250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее нашли сотрудники предприятия миллиардных систем при разборке ветхого строения в деревне Секеричи. Отмечается, что снаряд находился на расстоянии около 50 метров от жилых домов. Эвакуация жителей не проводилась. Еще одна новость из Светлогорска. В одной из квартир микрорайона Молодежный загорелся гироскутер, поставленный на зарядку. Как сообщили в МЧС, в момент пожара в доме находилась 8-летняя девочка с тетей. Причиной возгорания стало самостоятельно изготовленное зарядное устройство. В результате произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи. Обошлось без пострадавших. Пострадавших нет машины на металлолом. Накануне в Гомеле напротив торгового центра «Мандарин» произошла авария. В ДТП участвовало два автомобиля, один из которых после столкновения отбросило на опору электропередачи. Отметим, что несмотря на искореженные машины, обошлось без травмированных. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Глеб Макаренко стал победителем международного турнира гран-при по греко-римской борьбе в чешском городе Хомутов. На пути к золотой медали воспитанник Гомельского областного центра Олимпийского резерва «Единоборство» одержал семь побед. Тренирует Глеба бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Вячеслав Макаренко. Боксеры из Гомельской области завоевали восемь золотых наград первенства Беларуси среди спортсменов не старше 16 лет. Турнир проходил в Могилеве. Юноши трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Победителями первенства стали Егор Симаков из Жлобина и гомельчане Дмитрий Шляхтов и Дмитрий Борисов. У девушек пять наград высшей пробы. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Влада Базилевич, Светлана Сурко, Александра Щербина, Альбина Круглева и Валерия Вебер. Отметим, что этот турнир был одним из этапов отбора в сборную команду, которая будет представлять нашу страну на первенстве Европы. Гомельские грации заняли второе место в общекомандном зачете Олимпийских дней молодежи Беларуси по художественной гимнастике. Наши спортсменки уступили только команде из Минска. На состязаниях в Гродно гомельчанки выиграли девять наград. Злата Дятлова стала второй в многоборье и первой в состязаниях с булавами. У Маргариты Тимошенко в активе три награды. Серебро в упражнении с мячом, бронза в упражнении с обручем и многоборье. Александра Гробовец показала второй результат в упражнении с лентой. Дарья Грибова взяла серебро в упражнении с булавами, а Дарья Веренич завоевала бронза в упражнении с лентой и многоборье. В Гомеле проходит республиканская спартакиада по волейболу. За главный трофей борются учащиеся учреждения профессионально-технического и среднеспециального образования. Всего в турнире участвует более 60 спортсменов. А представительство здесь имеют все регионы Белоруссии и город Минск. Для участников этот турнир – хорошая возможность набраться опыта и побороться с лучшими волейболистами страны. На республиканских соревнованиях соперников легких нет, так как сюда отбирают самые лучшие. Думаю, будет интересно и покажу хороший волейбол. В прошлом году мы выступили не очень, мы заняли шестое место. В этом году мы более лучше подготовились и готовы выиграть первое место на этих республиканских соревнованиях. Я думаю, что гомельская команда достойно защитит честь Гомельской области и займет достойное место. Потому что в эту команду отобраны лучшие люди из Гомельской области. Уровень достаточно высокий. Игры проходят в напряженной борьбе. И зрители, особенно молодые люди, смотрят внимательно за этими соревнованиями. И, может быть, кто-то из них захочет проявить себя в этом виде спорта. По итогам первого дня гомельские команды проиграли сверстникам из Гродно и Бреста со счетом 2-0. Соревнования продлятся до 22 марта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.